Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Звонили из рая, сказали, о, ты вырвал зуб мудрости. Никого вообще не волнует. Был огненный тур, который еще, между прочим, не закончился, поэтому рассказывай. И я, вот так вот отложив лед от своей пухлой щеки, вот этой вот распухшей, я решил, что действительно надо. Правда, обзор будет коротким, как победная серия Балтики. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный лайк и поехали. Крылья Советов Сочи 2-1 я представляю. После первого тайма игроки Крыльев заходят в самарскую раздевалку, веселые, вальяжные, все хорошо. Два мяча у них преимущество. Салтыков, Вундеркейн, Проспектик забил. После этого открывают телеграм-каналы, а там в прямом эфире хоронят Сочи. Ой, какая бессмысленная, бесполезная команда. Они ничего не могут, им ничего не светит в РПЛ. Ой, какие же они жалкие. Потом, кто-нибудь вспоминает, например, общую статистику. А она какая? Она очень грустная для Сочи. Сочи ни разу даже в ничью в РПЛ не играл с крыльями. Всегда крылья гасили Сочи. И вот с таким настроем игроки самарцев выходили на второй тайм. Это, естественно, мои фантазии, мои домыслы. Но факт остается фактом. Во втором тайме Сочи начал штамповать моменты. И вот если мы сейчас открываем продвинутую статистику от опты, то покажется, что крылья-то отскочили. В реальности они вели 2-0. И если бы на какой-нибудь 71-й минуте Сочи бы забил один мяч, наверняка крылья бы закрылись, начали играть построже, вообще сфокусировались бы. Но этого не произошло. Только один гол в конце отквитал Сочи. Поэтому сейчас мы смотрим. Вот статистика обманчива. В реальности крылья, ну действительно, расслабились. Капитально вообще. Неровный матч провели. Но победу, на мой взгляд, все-таки заслужили. Плюс три очка. Ну а Сочи доказал, что он не совсем безнадежен. При этом, что мы еще узнали, что мы извлекли из этого матча. Я смотрел студию матч-премьер. И там армейский инсайдер Максим Квитковский рассказывал, что Салтыков очень и очень интересен клубам РПЛ. А в частности, ЦСКА. И зимой ЦСКА будет охотиться на Салтыкова. Будет его перемаливать. В целом, я думаю, что Салтыков один из самых желанных игроков именно зимой. Балтика-Ахмат. 1-0 матч, который я смотрел, вернее слушал в формате подкаста. Сидишь, работаешь. А здесь бархатистый, приятнейший голос Михаила Миламеда. Миламед вспоминал, как вместе с Жировым рос. Какие-то байки травил, потому что событий на поле было маловато. Или, например, дал инсайд, что Никола Радмановац из Балтики собирается получить российский паспорт. Тоже такой, оживишься, да, неплохо. Ахмат так подавливал, потом Балтика забил. Ну как Балтика забила? Автогол бешеный от Ахмата. Я пересмотрел пять раз, чтобы понять, куда там Харину попало. В голову, в лицо. Неизвестно. Хотя лицо это тоже голова. Неизвестно. С шестого раза примерно понял. Дальше Балтика могла удваивать. Нереальный был момент. Но не удвоила. Интрига сохранилась. Ахмат что-то там попыжился-попыжился. Не забил. У Балтики вторая победа в этом сезоне. А мы радуемся за Балтику и за Игнашевича. Таблица теперь выглядит вот так. И там на донышке Рубин и Факел. И они играют между собой. Вечером в понедельник мой выпуск выходит до этого матча. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть битву аутсайдеров. Спартак-Динамо 1-0. Матч на тотал больше. Но без тотала больше. Соболев просто премиальный пас выкатил на Банганда. Тут разобрался. У него был малюсенький спад. Спада больше нет. И в целом у Спартака три победы подряд. Они не пропускают. У них новый цикл. Снова верим в Абаскаля. Хотя многие уже скептически относятся. Типа вот. Как долго до него доходит. Что надо ставить Пруцева. Что еще? Смолов. Смолов меня шокировал. Просто выпал из игры. Передерживал мяч. Вот единственная ассоциация. Единственное впечатление, что Смолов получает мяч. И начинает думать, что бы сделать. Он совсем вроде бы расслабился. Что да. В РПЛ темп никакущий. Я в Ла-Лиге помню. Сразу от мяча надо было избавляться. А здесь можно посмотреть, подумать. Нельзя уже смотреть и думать. Могут перехватить и в контратаке воткнуть. Короче, Смолов абсолютно выпал. И я сразу просто по приколу вбил на ютубе фабрика футбола Смолов. Чтобы посмотреть обложки, которые генерирует Михаил Барзыкин. В адрес Федора там все безжалостно. Только один раз, два года назад слегка вступился за Смолова Барзыкин. Когда ему не нравилось, что Черчесов игнорирует этого нападающего. Еще несколько мыслей по этому матчу. Чавес оформил самый красивый и незабитый гол этого тура. Жахнул издали. Попал в крестовину. Есть записи за ворот. И там такой звук. Лязгнули ворота. Но вот не залетело в сетку. Соответственно, забудут через примерно 3-2-1. Все, уже забыли. Как будто у меня есть палочка из Man in Black. Дальше. Селихов. Это вообще грусть-тоска. Заменился в перерыве, потому что у него хроническая. Это подчеркивается в новостях. Именно хроническая травма спины. Я помню, как Малафеев из-за хронической травмы спины, по сути, завершил карьеру. Надеюсь, что у Селихова все будет круто. Тем более, в первом тайме он очень здорово разобрался. Поставил мяч на землю. И ногой выдал такую передачу в разрез. То есть, Селихов и ногами играет иногда замечательно. Но Максименко вышел. Точно не испортил. Сыграл надежно. Его критиковать вообще не за что. Теперь пара слов про Динамо. Представители этого чудеснейшего клуба после матча жаловались, что судья маловато добавил, потому что игроки Спартака валялись и так далее. Я подобную риторику вообще не перевариваю. Терпеть не могу со времен финала Лиги Чемпионов 2007. Когда Рафа Бенитос сидел такой, вот мы забили в конце, проиграли 1-2. Если бы нам дали еще минуту или две, у вас был целый матч. У Динамо тоже был целый матч. Динамо наиграло максимум. В лучшем вообще случае на ничью. Да и то, как выбегал Проме в самом конце, на ничью тоже не наработало Динамо. Поэтому жаловаться я считаю, что бесполезно. Но мне нравится, что в этом туре, обратите внимание, и может быть не только у меня такое впечатление, очень активно киперы шли с такой надеждой в глазах штрафную, потому что Иван из Лацо что-то творил, забил Атлетика Мадрид. Значит и наши киперы могут. И выяснилось, что в истории РПЛ ни один вратарь с игры не забивал, вот так не спасал. Ну пора уже. Рейды были и у Шунина, и у Киржаковой. Всегда вот такие обнадеживающие типы. Я сейчас попробую открыться, и я смогу не хуже Ивана сыграть своим лобешником. Но пока что не судьба. Паре Нененбург 3-1. Я надеюсь, на меня не обидятся мои легальные партнеры. Но я смотрел ночью UFC, и потом сладко спал, открывал один глаз. Ага, Паре Нен пропустил. Ага, Паре Нен сравнял. Ого, ничего себе, как Паре Нен сравнял. Там подача Калинского, удар Гацука, сейф, если это можно так назвать, Сесуева и Зе Турбо. Мой кумир Зе Турбо отправляет в мяч сетку. Потом еще двушка прилетела от Паре Нен, в том числе от Севикяна, хотя там был рикошет. Ну и, конечно, нельзя не отметить суперскую замену тренера Оренбурга. Вера и Марин отправились на бенч в перерыве. Как? Зачем? Почему? Я не видел матч целиком. Я не сфокусированно смотрел. Возможно, кто-то мне объяснит. Сам тренер говорил, что надо было насытить середине. Ну и еще какой-то бред тоже он нес. Но выглядит как худшее решение, худшая идея этого тура. Ну а теперь немножко шокирующие статистики. С момента назначения Сергея Юрана у Паре Нен было 9 домашних матчей в РПЛ. И 7 Паре Нен выиграл. И это, конечно, монструозно. Могучий барс творит чудеса. Зенит-Локомотив 1-2. Вот он, центральный матч тура. Зенит довольно легко повел. Забил так просто на вес. Гол. Буднично совершенно, учитывая, как Зенит разматывал Локомотив в предыдущие годы здесь на Крестовском. И после этого, вместо того, чтобы забить второй и третий, Зенит постепенно размокал, расслаблялся. И если бы Локомотив сравнял в конце первого тайма, наверняка Симак бы как-то взбодрил игроков в перерыве. Но Локомотив стратегически не реализовал моменты. Они там были убойнейшие. И забил уже после перерыва. Причем забил в контратаке. В той самой контратаке, которая родилась из очень странных действий Дугласа. Там Зенит нормально выбегал и сам мог делать 2-0 и все хоронить и зарешивать этот матч. Но получил 1-1. И после этого стартовал хаос. Симак наверняка себя считает гением матч-менеджмента. И есть реальная статистика, что у него больше всего голов замены и так далее. И замены его часто работают. Здесь выходили как будто все подряд. А то вообще Коваленко, Круговой, Монтуан. Все вообще сломалось. Какие-то там цифры показывали. Какие-то схемы показывали. Локомотив спокойненько играл в свою игру. Ждал ошибки. И ошибка пришла от Кругового. Который нарушил главный завет Анатолия Федоровича Бышевца. Нельзя бросать аут к своим воротам. Только вперед. Например, вдоль линии можно бросить аут. Или еще как-нибудь. А он бросил, пожалуйста. Безалаберно совершенно. И Локомотив наказал. И Локомотив победил здесь впервые за 6 лет. Кстати, я был тогда, когда казнили Мончини 3-0 в Питере. Мы сходили с родителями тогда на футбол. И это было очень пасмурное зрелище. Ну а сейчас, конечно, дома у меня был праздник. Представьте, мы с Ульяной Владимировной почти 4 года вместе. И ни разу за это время Локомотив не обыгрывал Зенит. Здесь был и писк, и виск, и прыжки. Но я искренне порадовался за Ульяну. И сейчас рад за всех, кто болеет за Локомотив. Теперь по традиции три тезиса. Вот есть важный вопрос. Подсаживается ли Венделл, у которого толком не было предсезонки. Он на свежести зашел. Начал тут всех раскидывать. И уже тяжеленьким смотрелся в матче против Лока. Я думаю, что одного матча слишком мало, чтобы судить. Но если еще 2-3 невразительных игры будет. Станет ясно, что предсезонка придумана не дебилами и не идиотами. И помните, Василий Уткин писал, что а зачем вообще? Или говорил, а зачем вообще Зениту Симак, если вот он не тренировал Венделла, а Венделл пришел и вот такое творит. Симак и в принципе тренеры по физподготовке нужны, чтобы играть до декабря, а не до конца сентября. Вот и все. Дальше. Как сыграл Дзюба? Дзюба. Дзюба. А кто это? И еще следующее. Очень прилетело Александру Дорскому за колонку перед матчем «Зенит-Локомотив», где Саша критиковал «Локомотив». Вот аналитики опять обосрались. Ё-моё, я видел матч Локомотива в этом сезоне. Это было бесформенное нечто. Это была надежда на Дзюбу в атаке и надежда, что как-нибудь пронесет в обороне. Были смешные ничейки с крыльями, с Краснодаром, когда Локомотив отскакивал. Не из-за того, что забивал в самом конце, а из-за того, что просто ничего не мог создать. Локомотив слабо провел первую почти что треть чемпионата. Да, вот теперь есть такой хайлайт, победа над Петербургом, над «Зенитом», вернее, в Петербурге. Но этого все равно мало, чтобы говорить. Ой, Локомотив выздоровел полностью, Локомотив посрамил скептиков. Дорский написал до матча все по делу. Ну и финальный вопрос. Жива ли чемпионская интрига? Жива, конечно. Краснодар и крылья у нас наверху. Плотность невероятная у нас. Таблица, снова ее выводим. Можно за пару туров упасть к 10-му месту. Можно с 10-го места за 2-3 матча подняться вообще радикально. Кайф полнейший. Интересно, что будет с «Зенитом». Семак уже какие-то выводы вроде бы жесткие сделал. Запер команду и с ней пообщался. И там прозвучали тезисы, которые мало кому понравились. Интересно, вот мне интереснее всего, есть ли у Семака претензии к себе, потому что игру с Локомотивом, на мой взгляд, он завалил не меньше, чем футболисты, которые выходили на замену. Ростов-ЦСКА 3-3. Немножечко дворовый футбол. Ребята вышли играть вообще без обороны. ОЗ пробили, вот обе забьют. Пробили примерно как дырку в дверь после удаления типичного российского футболиста. С ноги или с локтя. Ну, в общем, очень уверенно. Ростов повел к 12-й минуте 2-0. Мог дальше делать 3-0. Причем реально Ростов раскатывал ЦСКА. Сначала для уверенности в себе. Миронов с 31-го метра выстрелил. А Кенфеев будто бы не верил, что такое может залететь. Поздно среагировал. Поздно прыгнул. Бамс. Все, 1-0 Ростов. Дальше второй гол. Игроки ЦСКА. Оборона вся действовала. Как будто замедленная съемка. Как будто будет еще много возможностей отобрать мяч. Ой, нихрена себе. 0-2. Потом бы Ромяна. Шанс. Не пользуется. Дальше 2-1. Причем Писиков мог отбивать. И стало ясно, что будет весело. Правда, после 3-1. А там забил Галенков. У него дубль. У него уже голов больше в РПЛ, чем у Камличенко. Это нонсенс. Мне казалось исключительно кубковый такой нападающий. Так вот, стало 3-1. Я думаю, ну неужели интрига сдохла? Нет, не сдохла. Потому что у ЦСКА есть Фуизулаев. И ЦСКА подсобрался. И 3-3. И я уже собирался хвалить Карпина. Мне вот постоянно пишут. Ну и как постоянно. Раза 2-3. Мне писали в комментах. Что-то ругаешь Валеру. Ну сколько можно. Ну вот у него такой материал. Ему надо пожалеть. У него сборная без цели. У него Ростов вот такой вот. Ему приходится ездить на поездах. И я был готов жестко хвалить Карпина за победу на ЦСКА. Но я поспешил. Второй тур подряд. Ростов упускает преимущество в 2 мяча. Что тут поделать? Я без понятия. При этом Чалов забил 70 мячей в РПЛ быстрее, чем Александр Киржаков. И в целом я считаю Чалова из российских нападающих самым сильным страйкером со времен молодого Киржа. Если вы хотите поспорить, давайте спорить в комментах. Ну и конечно стереотипность присутствует. Потому что вот у нас как принято думать. Валера с яйцами. Валера жесткий. Валера очень крутой. Но Валера дважды подряд, как я уже сказал, упускает плюс 2. Если бы Краснодар так упустил плюс 2. Ой, короткие штанишки. Ой, костраты. Ой, ничего не могут. Ой, какие безвольные. Ростову пора реально подсобраться. Потому что они могли и Балтику побеждать, и ЦСКА. Это плюс 4 очка. Это вообще другая позиция в турнирной таблице. Краснодар-Урал переключался иногда и на этот матч. Матч в стиле Боруссия. Зенит в Лиге чемпионов. В 2020 году, когда Зенит приехал отбиваться. Так и Урал в первом тайме играл строго. Ни одного поползновения. Ни одного удара. Краснодар пытался. Пыжился, пыжился. Не пробил. Ну, во втором тайме все-таки нашли какие-то дырочки. Причем первый мяч Краснодара очень напомнил. Помните, Сити играл с Реалом в 2016 году. И Гаррет Бейл там вот как раз решил исход противостояния. Тоже с рикошетом. Тоже с острого угла. Залетело в сетку. И здесь вот у Кади получилось то же самое. Возможно, это автогол. Я не знаю, как засчитают. Ну, а дальше просто финишировали Урал. Стало 2-0. Интрига окончательно сдохла. Что меня поразило. А вот что. У Джона Кордоба лишь один гол в последних 7 матчах в РПЛ. Причем он нанес 22 удара за это время. И набрал 2,8 мигжи. То есть почти на 3 гола наработал Кордоба. Но у него всего лишь один. То есть в 3 раза меньше. Какие выводы по туру? Кому больше всего не повезло? Пам-пам-пам. Не повезло больше всего Стасу Черчесову. Потому что если бы разгромили локомотив. Он бы уже в офис РЖД на коне бы заезжал. Потом проигрывал ЦСКА. А Черчесов еще в 2021 году общался с руководством ЦСКА. И тоже могло бы что-то получиться. Какой-нибудь мэч, например. Ну, по крайней мере, Черчесов стал бы ближе к этому клубу. Но и ЦСКА спасся. И пока что Стас вот так вот уверенно смотрит на таблицу. И думает, куда бы прийти. Главное не в Сочи. Напоследок три хорошие новости, которые прилетели за эти выходные. Первая новость немножечко узкопрофильная. Я включил матч Лацио Монца и не смог переключиться. Потому что Олег Пирожков выдал божественное соло. Я его слушал на онлайне Лиги Чемпионов. И он с годами добавил очень много эмоций. У него классные интонации. Он замечательно рассказывает какие-то факты. Я думаю, что один из самых прогрессирующих комментаторов. Советую всем прислушаться. Слушаться и отвесить Олегу заслуженный респект. Потому что очень долго я его воспринимал только как чувака, которому в лицо плеснул водкой Василий Уткин. Все, Пирожков самостоятельный комментатор. И я знаю, что молодые коллеги, те, кто младше его лет на 10, его тоже хвалят и отмечают. Во-вторых, Сергея Карасева могут допустить до работы на международных матчах. Я знаю, как он грустил, как он тосковал, как у него была депрессия, что он не работает в Европе. И вот появился шанс на камбэк, на возвращение. Это было бы просто чудесно. И третье. Ле Гавр победил Клермон. Эти мы их, конечно же, не будем, даже ради Долера Кузяева. Но Кузяев провел 88 минут, был одним из лучших. А у Гавра лучший старт за 60 с лишним лет. Так что, может быть, Гавр и не вылетит, а Кузяев там закрепится, и все у него будет чудненько. Ребятушки, на этом все. Сейчас будет небольшая пауза на канале. Во время этой паузы, пожалуйста, подписывайтесь, бейте в колокольчик, ставьте ваши бесценные лайки. Я хочу, чтобы у меня окончательно спал флюс, чтобы я чувствовал весь рот, чтобы у меня была нормальная дикция. Поправлюсь, вернусь с вечными видосами, со стримами. Так что, не забывайте. С вами был Павел Градницкий. Чао! С вами был Павел Градницкий. С вами был Павел Градницкий. С вами был Павел Градницкий.